Приветствую вас, Екатерина, хотя вы назвали своё имя как Анна, в общем, не очень понятно, как к вам обращаться, но давайте, наверное, я всё-таки буду обращаться к вам, так как указано у вас имя в профиле. Первое, что, конечно, бросается в глаза, это путаница с именами, да, то есть чувствуется здесь какая-то то ли тревожность, то ли стыд, то ли страх. Дальше, в контексте имени, почему Аня, а не Анна, то есть это какое-то такое уменьшение, да, себя, при уменьшении, ну, своей значимости имеет место быть. Вот, дальше, что касается реакции вашего молодого человека на вас, то, вообще говоря, тут ключевой момент не в том, что он просил прощения у вас, да, и обещал, чтобы больше такого не повторить, несключевой момент не в том, почему он это сделал, то есть именно его какие-то мотивы, именно его какие-то действия, да, важнее здесь. Дальше, я хочу отметить, что с пятнадцати лет вы вместе с человеком с пятнадцати лет. И за пять лет, и вы, и он, даже если он старше, могли достаточно сильно изменить возраст такой, в пятнадцати лет вы еще дети, а в двадцать лет вы уже взрослые люди. Соответственно, может иметь место проблемы, ну, о которых вы даже не подозреваете, могут иметь место быть такие проблемы, такого, такого рода проблемы, которые мешают вам находиться в гармонии. Потому что совершенно очевидно, что то, что случилось, это следствие некоторого сдерживания, причем сдерживания как вас, так и его. вы пишете, что в отношениях вы пять лет, год из этих пяти вы не общались, но вы активно пытались наладить общение. Ну, соответственно, проблематика, из-за чего вы не общались, и что вами двигало, что вас мотивировало наладить общение, самой, крайне важно выяснить, и разобрать. Дальше. Конфликты и ссоры между вами тоже требуют своего внимания, потому что хоть вы ссориться и перестали, это не значит, что проблема решена. Это значит, что, вероятно, сменились поведенческие алгоритмы, но проблема, скорее всего, осталась, потому что вот вы пишете, что ссоры, прикирки, это не совсем так. Понимаете, ну, по ссоре я могу вам сказать, что у этого всегда есть причины, проблемы. И повторяющиеся ссоры свидетельствуют о нерешении проблем, с одной стороны, о вторичной выгоде, о вторичной выгоде от конфликтов, с другой стороны, и о определенном страхе близости и определенной тревожности напряжений, с третьей, субъективной стороны. Соответственно, подобная проблематика не решается притирка и не решается привычка, так же не решается смена модели поведения. Подобная проблема решается через корректирование смену поведения, причем поведение взаимного. что касается притирок, здесь ситуация вообще довольно деликатная, потому что с одной стороны, понятно, что люди все разные, и как бы идеальных людей нет, понимаете, что когда начинаются отношения, то в целом в целом ну человек демонстрирует не только позитивные качества, но и негативные, вот. что это нормально, да, когда какие-то вещи в любимом человеке могут не нравиться, не устраивать и так далее. Но с другой стороны, сама по себе, вот притирка, да, то, что называют притиркой сама по себе, это история. с субъективной точки зрения может быть разной, может быть когда человек себя пересиливает и ну пытается смириться с тем, что вот любил, что его любимый вот такой, да, пытается себя пересилить, что не является чем-то хорошим, что он является чем-то позитивным, чем-то правильным, чем-то корректным. потому, что это, ну по факту это насилие над собой и ничего сколько-нибудь качественного из-за этого в принципе вынести нельзя. Вот. Бывает, когда подобное примирение с какими-то чертами и качествами человека происходит более корректно, более осознанно, что ли. то есть когда человек субъективно принимает то, что есть в его партнерах. это опять же не всегда легко. Вот. Но это крайне важно. Крайне важно, чтобы именно подобное принятие было. Уверенность в том, что у вас именно такое принятие у меня нет. У меня нет. У меня нет уверенности в том, что вы именно так к себе относитесь. У меня нет уверенности в том, что именно так вы относитесь к молодому человеку своему. нет у меня нет к сожалению такой уверенности. Вот. А в остальном притирки в остальном в остальном притирки от слова совсем не имеют никакого смысла. смысле нет. То есть это просто можно сказать ну просто можно сказать что вы терпите и все. То есть это не решает никаких проблем. проблем это не позволяет решить стройки трудностей вашей. Вот. Дальше. смещает идилю. Вот. То есть то что вы говорите про идилю. вот. То есть это вот некая такая ну идеализация. Понимаете? как здесь есть свободен могу, как сделать в нём. то есть дали не не нём. а и соответственно подобная неадаптированность восприятия может быть проблемой для вас. Потому что ну вот это к сожалению может быть признаком таких вот качелей эмоциональных. А важным моментом является то, что есть общего между вами и молодым человеком, что вас объединяет, что вас связывает, какого рода ваши отношения. То есть это больше отношения личностные или это больше отношения гендерные, или это больше отношения сексуальные Или, это больше отношения какие-то ситуативные вот. То есть тут на их все смотреть. Это всё довольно важно, чтобы разобраться в вашей ситуации. Далее, значит, вы пишете, что пьё очень редко, быстро пришла в кондицию. Ну, опять же, что вас мотивировало пить. Значит, я его толкнула по какой-то причине, из-за того, что не помню как, но мы поссорились. Ну вот, надо бы здесь обязательно вспомнить, потому что это уж не в один момент. Обратите внимание, что ключевой аспект, то, что вы поссорились, вы не помните. Вы говорите, зачем-то, я его толкнул. Ну, это выглядит как вытеснение. Вытеснение проблематики вашей. То вы вытесняете проблемы. Потому что, именно ключевой момент, вы, ну, не замечаете. Это важно. Крайне важно. Вы не отдаёте себе, получается, отчёт в том, что из чего поссорились. Вы не отдаёте себе отчёт, получается, в том, почему вы толкнули его. И, получается, молодой человек довольно неосознанно вас тоже ударил. Вот. А, ну, как вот, как оказалось, как получается, судя по вашим словам. Дальше. Он вас отвозит в Трансторинг. Вот, вы вместе ночуете, а потом вы спросите о его ассофарной. Да? Вот. Он уехал, особо не пишет. Ну, это прямо вытекает, прямо вытекает из ваших отношений. Это прямо вытекает из того, какие у вас отношения. То есть, грубо говоря, молодой человек может не писать вас, потому что ему это не свойственно в принципе. Вот, просто в принципе, в принципе, ему это не свойственно написать. Вот. Ну, молодой человек может написать, потому что это прямо вытекает из ваших отношений. Вот. И молодой человек может написать, ну, опять же, там, по каким-то своим причинам. Вот. Здесь нужно понять, в первую очередь, вам ответить на вопрос, на вопрос о том, что стоит за, вот, тем, что он не пишет вам. Вот. И насколько вы берете на себя ответственно за то, что хотите пообидать одна. Потому что, коль вы сказали ему, что хотите пообидать одна, вот, ну, мужчины понимают эту ситуацию достаточно буквально. Если вы хотите пообидать одна, то значит, так оно, в принципе, и есть. Вот. Вот. И зачем вам? Сейчас, зачем вам строк. А, ну, вот. А, то есть, вы пишите в начале, что хотите пообидать одна, да? Вот. А, по-моему, значит, получается, что вы чего-то ждете от молодого человека. Ну, хотя, логично в целом предположить, что если вы чего-то ждете, то, ну, наверное, нужно об этом заявить и заявить, да? Вот. Не, не, там, логично выходить одна, а именно заявить о том, что вот я хочу, там, вот, 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 вот. То есть тут опять же идет вопрос, связанный с тем, как вы, ну, воспринимаете сами себя, да? Как вы воспринимаете свои чувства, свои желания и как вы к ним относитесь, как вы их видите, как вы их воспринимаете. Понимаете? Вот. Это важно. Больше. Идем. Вообще, я на коленях-не коленях противопрощения, говорю, что такого больше не будет. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, а, может быть, а, эм, такого больше не будет. Но, почему я так сделал? То есть, понимаете, здесь, как я уже сказал, дело не в прощении, здесь, э, дело в том, почему человек поступает подобным образом, что его мотивирует поступать подобным образом. Вот. 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 Эм, какой. Эм, важный момент. Понимаете? А не просить прощения. Потому что упражнения, прощения, как превысит из числа вины, от числа рэкета, вот, и, как бы, ничего не дает, по факту. Эм, поэтому, эм, ситуация здесь в том, чтобы, именно, именно, эм, постараться понять человеческого человека. Постараться, эм, ну, увидеть, увидеть, какие мотивы, эм, у человека были, так поступать. И, в общем, в целом, эм, как-то, вот эти, как-то эти мотивы, эм, соотнести, эм, с тем, что, важно вам. Вот. Дальше, эм, вы пишете про то, что всю жизнь наблюдали, как, отец идет мать, и, эм, вам это было тяжело видеть, вы, эм, не хотите быть такой же, как она. Вот. То есть, очевидно, что, здесь у вас есть травма, то есть, вы травмированы этим, эм, ну, вот эта ситуация с мамой. А, травмы нужно проработать, то есть, помочь вам, эм, прожить и отпустить, эм, эти, вот, все неприятные, травмирующие эмоции. Вот. Переработать их в опыт, переработать их в, э, какие-то другие позитивные эмоции. Эм, поменять свой сценарий поведения, потому что, в, э, связке жертва-тиран, оба вкладывают, э, оба вносит свой вклад в, э, ситуацию. Я ни в коем случае не хочу сказать, что ваша мама виновата, но она, сама того не осознавая, эм, ответственна. Она ответственна за то, что происходит, за, ну, вот, э, что-то происходило в ее отношениях. Поэтому, э, ситуация здесь такова, что не желая быть такой, как мама, вы все равно выбираете себе мужчину, похожего, похожего на отца, э, ваша, ну, на, на вашего отца, да? Вот. Вот. Сейчас я посмотрю, посмотрю. Да, на вашего отца. Вот. А также, эм, отношение к матери, э, это непринятие ее, а непринятие матери, это в какой-то степени непринятие себя. Вот. К сожалению. К моему большому сожалению. Вот. Вот. Это непринятие себя. Соответственно, соответственно, по причине непринятия себя вы можете, ну, вот, э, вести себя, вот, таким вот образом, что, если я имею ввиду, э, стремиться, э, в, э, в какой-то степени, э, в какой-то степени, э, в какой-то степени, э, ну, причинить себе боль, да? Э, э, и так далее. Вот это очень неприятная история, очень неприятная история, но она имеет место быть. А-а-а, так. Дальше. Вот вы пишите, что, я его люблю, наверное, даже попростил, если бы он показал значимость мое для него. Ну, а вы себя значимо их почему-то не чувствуете. То есть, опять же, момент, связанный с тем, из-за чего? Из-за чего вы не чувствуете себя значимо сами по себе? То есть, почему вам, грубо говоря, нужно, чтобы молодой человек что-то сделал, чтобы вы почувствовали себя значимо? Это первое. То есть, почему вы не берете на себя лично ответственность за то, чтобы чувствовать себя значимо? Второе. Простить значит принять, как я уже сказал, действия молодого человека. А принятие? Ну, здесь принятие означает принятие мотивов, но не принятие действий. То есть, иначе получается, что вы принимаете тот факт, что он вас бьет. Вместе с тем, не до конца понимал, почему он так поступил и получил тот обращение. Вы готовы попросить, если он сделал вам предложение. То есть, спросите от своего постарения сценария мамы. Сценария мамы. Для чего вам предложение? Для чего вам 20 лет предложения? Встает вам вопрос о вашей реализации. О том, насколько вы ориентированы на свою собственную реализацию. Вот. Понимаете? Какая штука. Это важно. Потому что, если вы браком будете замещать свою реализацию, то ситуация будет достаточно негативной, к сожалению. Вот. И это проблема. Да. Вот. Такая вот история. Дальше. Что вы вкладываете в «Любовь»? Потому что любовь, она бывает главной и, как бы, нужно не путать. Любовь с зависимостью. Вот. А у вас, вполне может быть, зависит. Поэтому тут тоже, такой, достаточно важный момент. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. И удачи. Удачи. Он уверен.